приветствую друзья мои небольшая заметочка я сейчас процессе перемотки флейт который занимает очень много времени и всякие тут и пальцы стираются и в общем мелкая моторика этих пальцев до задействована и внимание и так далее много процессов вот даже в казалось бы простом действий да вот это там перетяжку сделать на самом деле даже разница в том что одна перетяжка или 10 или 100 есть большая вот ну если это непонятно можете сделать себе щелбан по лбу и потом сделать 100 вот при желании можно сделать тысячу ну и сравнить один и тысячу вот но только аккуратно конечно чтобы это это я так образно как бы потому что мало ли кто-то сейчас себе там настучит шишку скажет бомбовой так сказать и посоветовал а вот надеюсь вы понимаете образы а вот да и иногда просто я к чему вот и заметка собственно иногда я так ну те кто интересуется флейтами многие люди меня уже как бы знают по проявлением по интернету по непосредственно общению с инструментами которые я сделал для них или они где-то их еще приобрели у кого-то и уже некое есть расположение понимание так далее вот а иногда люди заходят ну как мы тоже случайные но такие то просто вот так сказать увидели одного из каких-то бородатых лохматых хвостатых дядек которые в интернете проявились последние времена и в общем вот и как бы ну и просто вот такое у меня такое ощущение она наверное тоже какое-то немножко дурацкое но ощущение такое что у людей ощущение что работа заключается ну что это такое как бы типа как китайский цех такой и флейты так делаются примерно так следующие такая следующая но что-то подобное вот надеюсь я сильно ошибаюсь и все такое вот но как бы все равно какой то есть в этом вот момент и зная как это на самом деле происходит что это не что-то поточное что-то штучное что это вот каждая деталь это определенное состояние определенное внимание определенные какая-то ну если так сказать медитация да то есть без вот это состав без состояния медитации собственно как бы и нету ничего да то есть нету такого проявления вот и ну а если кто-то желает так сказать выразить по-другому я не бросаюсь так сказать обычными словами можно сказать что проявляется даже любовь если так сказать да вот как у братьев наших меньших да то есть у них проявляется вот вот и и как бы знает изнутри и пример и и как бы вот ну приходится какие-то ссылки давать объяснять и так далее и благо что ну наверно там 90 процентов моих вот людей кто ну с кем я пересекаюсь на бамбуковом пути это каким-то образом понимает или за заведомо имея такой же опыт или в процессе или через какое-то время вот это собственно вот ну можно сказать мой какой-то принцип работы наверно вот то есть когда до людей доходит что это не не тот старый подход который уже отмирает в принципе во всем мире да вот этой какой-то сухости магазинности хотя я опять ничего плохого не имею когда там производят пластиковые стаканчики и над каждым пластиковым стаканчиком естественно не нужно вкладывать в него душу сердце там и молиться перед каждым стаканчиком это нет необходимости да там на производстве но с другой стороны чем более высокий уровень работников этого да там предприятий и так далее тем все равно в итоге как бы ну вот эта энергия благостная она каким-то лучшим образом скажется да в конце концов эти стаканчики мне кажется даже до такой степени что вот стаканчик который сделан там стоял какой-то медитативный работник вот мне кажется так что этот стаканчик в итоге он попадет не на улицу так вот валяться будет а как-то там правильным образом преобразуется утилизируется ну что-то с ним все равно благостное произойдет в него нальют какой-то там благостный напиток будет благостное настроение и наоборот если вот какая-то такая атмосфера то происходит какое-то загрязнение еще что-то по крайней мере вот есть такое и ощущение и наблюдение вот и суть такова что вот каждая флейта как раз доделываю да вот это вот каждое движение каждая шлифовка каждая не знаю как это все объяснить то есть это можно сказать такое вложение да в эту в этот инструмент это естественно не происходит при штамповании инструментов при каком-то поточном да вот то есть это просто как бы отскакивает из и даже ну по сути даже смысл-то другой то есть если это какой-то там условно там китайское производство где делают какие-то дудочки смысл такой что мы делаем там сто тысяч дудочек каких-то там неважно каких распихиваем их по всему миру до сто дудок туда тысячу дудок и в итоге сколько я уже забыл даже сколько назвал там сто тысяч сто тысяч этих там по доллару до сто тысяч долларов заработали там китайцы или кто неважно кто вот и вот смысл да то есть распихать и раздать всем распределить вот но это благостное естественно дело то есть по я же не говорю что это плохо то есть по отношению что это наделали там какие-нибудь безобразные вещи это так или иначе благостно но все равно вот внутренние какая-то составляющая она такая вот и как правило там 99 процентов этих таких дудок они просто валяются под кроватью вот где-нибудь потому что ну не несут в себе вот этой энергии вот то есть вот 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 оно такое и все мои какие-то вот эти вот видео и так далее они как являются таким способом это объяснить показать и вот если человек бежит в попыхах да так сказать и он ищет вот этого поточного быстрого что-то схватить куда-то убежать то это как бы я не из этой да то есть чтоб он меня даже как бы не заметил пробежал до следующего какого-то там бородатого лохматого или другого дядьки который вот как бы печать ну так сказать вот условного китайца вот и мне будет хорошо мне лишний раз ну как не надо вот объяснять что-то и как бы ему хорошо он схватил побежал дальше вот а я уже вот с теми кто ну как бы те те кто понимает вот эти вещи и вот в принципе так и происходит а вот вот собственно хотел поделиться такой заметочкой да и вот значит собственно вот сайленс ма сайленс ма